ребята я уже весь помидора это делали до раньше это разработка друзья и снова всем привет как мы вам и обещали значит разберемся вот с этой соковыжималкой из 1 1977 года и снимем для вас видео как ей пользоваться сейчас это будет реально первый и запуск ну наш вот поэтому мы даже не знаем особо как что тут сейчас будет происходить поэтому ребят наблюдаем и значит и принимаем участие вместе с вами будем сейчас все это делать и так что мы сейчас значит ребят нарезать помидоры так как они будут вставляться я так понимаю вот сюда а вот этой штуковина не будет прожиматься тогда значит их нужно как-то нарезать так на куски чтоб удобно было до процессе были нарезать видите чем неудобно и да да горловина что побольше было сумму и все так ребята в общем подготовительные процессы вот получается переключатель на вот эту сторону и вот это номер два а если вот так переключить то переключится вот сюда на эту сторону какая разница а здесь будет сок оттуда будет жмых выходить да так ну поджмых что-то поставь тогда какую-то миску возьми тарелку поставь вот и все так ребята пульс участился первый запуск мы не знаю что будет дальше происходить сейчас вы все увидите и так давай ее подключай об есть так давай проверим тестовый тестовый запуск что там у нас на месте стоит на месте стоят отключай по технике безопасности нужно отключить все теперь ребята будем вместе с с вами сейчас ее запускать но по-другому как лезвие не проворачивается почему-то правильно собрала так а ну-ка что тут у нас для не вылетит так если включим может это опасно давай вставляю еще разочек может лишь тут ребят видите он средств слизана видите слизана может быть из-за этого запуск не получится сделать вот это тут бывает и такое первый запуск мы нашли в квартире которую купили поэтому так что там у нас смотрим на хочешь достать так что тут у нас может тут крутится да давай заново собирает может быть просто не так и и собрала чуть-чуть так ребята буду с этой стороны снимать отлично так теперь этот диск покажи диск какой тут видите какой адский диск все сделано ребят на совесть было пресс ссср 1977 год это вам не тяп-ляп как сейчас делают непонятно из чего да я покажу сейчас дает эту штуку вот смотрите видите вот выработалась она может быть из-за этого может быть мы и не запустим диск не будет вращаться ну не знаю посмотрим сейчас давай накручивать потуже затем не теперь значит что тут у нас здесь ничего такого да ну давай вставляй ребята у кого такая выжималка обязательно пишите в комментариях просто нам будет интересно села сеста села да а как нужно будем а ребята творятся а что ты хочешь сделать так вынимаем вот так вот ребята происходит первый запуск а этот судистый плотно да да ну давай тут же шагов пазы вот специально вырезать вставляй полчаса видео будет сейчас переключится всего конечно интересно же пять минут снимаем еще ни разу не раз запустили все окей так теперь давай накручивая колпачок этот все села закрывай опа запускаем так ребята может все получится кстати мы сейчас будем огурцы закрывать в общем аккуратно все делаем сейчас вся кухня будет помидором ребят сын стоит какой а а а а а а а а У меня уже ганья. А ну вырубай ее. Ребята, я уже весь помидор. Вот это делали раньше. Вот это разработка. Как их вставлять так, чтобы они не выскакивали? Может это скорость? Нет. Это, наверное, скорость регулируется. А ну запусти сейчас. Давай запустим еще раз. Может скорость будет поменяться? Сейчас отключу, запущу. Вот тут помидора застрял, видишь? Капец, по всей кухне летит. Короче, опасная, ребята, штука. Наверное, накидай. Накидай, да, накидай. Точно, ребята. Видите? А потом, наверное... Деревня. Знаешь, меня больше всего волнует? Чтобы этот диск не вылетел и нас тут не убил. Нет. Он же закрыл. Ну давай. Что, он западает, да? Короче, какой-то трэш, ребята, происходит. А ну, останови ее. Вот это вот не шатается крышка? Да нет, оно что-то... Да? Мне что-то... Так. Не надо делать. Все. Застопорилась, да? Ну, бери вот этой продавливая штукой. Да не продавливай. Ну, ложкой туда не лезь. Ребята, вот так вот все происходит. Хотели, в общем, короче, снять видео, как пользоваться вот этой вот соковыжималкой. Сами не знаем как. Ну, мы инструкцию читали. Не надо так. Возьми вот эту. Возьми вот эту. На месте стоит, да? Все, короче. О! 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 Пошло, ребята! Выключай! Нет! Ты выключи ее. Засунь помидоры. Засунь помидоры. Засунь помидоры. Засунь помидоры. Ну, подожди. Пусть остановится. Ну, что ты делаешь? Пусть остановится. А потом опять не запустим. Запустим. Ребята, как вам процесс запуска? Я в шоке просто. Надо будет этот кусок вырезать, когда помидор вылетел. Вот мы дикари, вот мы дикари, ребят. Не можем пользоваться советской соковыжималкой. Приключать нужно. А может быть сюда накладывать надо? А нет, никак. А никак. Все, пусть остановится. Пусть остановится. Потом засунешь туда еще помидоры. Все, засовывай сколько можно. Потом придавишь. Давай. Все. Достопорилось, да? Короче, ребята, фигня еще там. О! На взлет пошли, ребята. О, капец. Это капец. Да не на, вот так закидал. Сейчас он уже будет вылетать. И смысл от твоего закидывания. Каждый раз нужно, получается, останавливать. Ну, закинчай, закинь. Сейчас что? Так не успеешь просто закинуть. Видишь? Сразу стреляю. Да не получается так. Нельзя так. Попробую набить ее доверха, чтобы она сейчас сгорела и мы больше не пользовались. Прямо на трамбуке. Он на трамбуке. Вот так. И так, конечно, каждый раз гришан, гришан, это очень неудобно. Интересно, а сколько ж нас ждет электроэнергии? Шум на весь дом стоит уже. Выходной день, сейчас люди в шоке думают, что-то происходит. Давай, давай, придам его. Дави, дави, дави. Офигеть, офигеть просто. Все, ребят, оно уже не капец. Суй, не суй, а уже все. Желательно, конечно, сюда сильно глубоко не лезть с ручками, чтобы пальцы остались целыми. Ну, по две, по две дольки помидор. Уже здесь капает, прикинь, сон, с этой стороны. Короче, ребята, везде уже капает. Это просто трэш. Короче, это, наверное, первый и последний раз мы ее включали и пользуемся. Ну, а смысл? Шума от нее на весь дом, это раз. Второе каждый раз, вот, отключай-выключай. Ну, вот так вот. Все, тут уже она сломалась по полной. Ой, ребята, ребята, вот такой вот замечательный запуск. Сука, выжималки из 1977 года. А что ты сейчас будешь делать? А, вот сюда эту поставишь, да? Побольше. Казаночек. Так, мы, наверное, вот эти помидоры будем перекручивать, полтора килограмма помидор, наверное, будем перекручивать часа три, вот с такими темпами. Так, как она реально больше двух не крутит. Ребята, мне выслеживало сообщение о том, что недостаточно памяти в телефоне. Поэтому, ребятушки, в принципе, вы процесс этот весь увидели, да? Вот, вот так вот, значит, работает советская соковыжималка из 1977 года. Напишите свой комментарий, вы бы пользовались бы ей или лучше, наверное, купить другую соковыжималку, ну, купить вообще соковыжималку, да? И не пользоваться вот этой. Это нам как бы в подарок досталось с квартиры. Напишите свой комментарий. Как вам такая чудо-разработка времен СССР? Оцените этот видос по любому лайкам, да? Это, ребят, хорошо, что на кухне не сделан ремонт и нет плитки. Либо каких-то моющихся обоев новых. Вот это было бы вообще просто замечательно. Плитка была бы в помидорах бы. И, соответственно, обои тоже. Так, ну, давай, сейчас чуть-чуть засниму уже. Ребят, а на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что уделили время. Так, сейчас я вам ещё разочек кусочек запущу. Ой, засниму этот. Вот с этой стороны.